Жители Хабаровского края вооружаются. Владельцами гражданского оружия сегодня числится 48 тысяч человек. При этом количество зарегистрированного оружия 83 678 единиц. То есть на каждого владельца приходится примерно два экземпляра охотничьего, спортивного или травматического оружия. По данным Росгвардии, число зарегистрированных владельцев по сравнению с прошлым годом увеличилось. Кто покупает оружие? Для каких целей? В репортаже Данила Маевского. Здесь у нас представлены образцы оружия, которые изъяты за вчерашний день у владельцев оружия за нарушение правил его хранения. На столе инспектора лицензионно-разрешительной работы 9 единиц оружия. Охотничье и травматическое. Сотрудники Росгвардии изъяли его у хабаровчан, которые хранили стволы под кроватями или в шкафах. Визиты на дом устраивают в случае, если владелец вовремя не продлит разрешение. На человека составлены инициативный протокол. В дальнейшем гражданин сможет забрать свое оружие только когда устранит причины, способствующие правонарушению. То есть установит дома сейф. В этом году жителей края, которые узаконили оружие, стало на две тысячи больше. По данным Росгвардии, одинаково любят пострелять и женщины, и мужчины. Интерес к оружию растет даже несмотря на то, что требования к владельцам ужесточились. Штрафы за неправильное хранение от 500 до 2500 рублей. После нужно найти надежное место в течение двух месяцев. Иначе изъятие и реализация в торговых сетях. Большинство признают, что меры необходимые. У этого охотника, например, в домашнем арсенале два карабина и одно ружье. Есть сейф, сигнализация, а патроны хранятся в отдельном отсеке под замком. Какая-то угроза есть, что кто-то завладеет посторонние лица, поэтому это необходимо. Так, я считаю, что не очень хлопотно. Не просрачивали, главное, чтобы были сроки вовремя, то есть продлять лицензии. Для тех, кто забыл продлить разрешение или владеет оружием незаконно, действует специальная программа. Ствол можно сдать в добровольном порядке и даже получить за это деньги. Правда, совсем небольшие. Чтобы подогреть интерес граждан, Росгвардия ведет переговоры с правительством края о повышении расценок за сдачу нелегального оружия.